Всем привет дорогие друзья, с вами Михаил Пайкин и сегодня я вам расскажу о пяти самых важных изобретениях моих, которые решают пять самых важных проблем людей. Поехали! И первое мое изобретение это шлем фрикопереводчик. Есть такие люди, они очень странные и другим людям они кажутся сумасшедшими. И вот этот шлем фрикопереводчик, если вы фрик, то есть вы странный, люди вас не воспринимают всерьез, они вас считают каким-то придурком, вы одеваете этот шлем. И этот шлем переводит ваши придурочные мысли, ваши придурочные идеи на нормальный язык. То есть вы говорите что-то придурочное, какую-нибудь хрень несете, а человек понимает нормально. Нормальные люди смогут вас понять. Шлем фрикопереводчик, фрикотранслятор, пожалуйста, доступен. Пишите в комментариях, хочу шлем фрикотранслятор, я фрик. Напишите, что именно не понимают люди в вас и этот шлем поможет. Поехали дальше. Следующее мое изобретение называется регулятор уважения. Значит, тут вот, как вы видите, есть специальный такой датчик уважения. Вот видите, там такой шарик. Нужно вот так нажать. О, такой шарик, видите, пузырек воздуха плавает. И, соответственно, вы можете подкрутить уважение вот этой ручкой. То есть если вам кажется, что вам не хватает уважения, вы просто вот этой ручкой как бы подкручиваете уважение побольше. И, соответственно, вас начинают больше. Если вас слишком сильно начинают уважать, это тоже иногда мешает, вы откручиваете уважение как бы назад. То есть вот можно закрутить гайку. И очень хорошо подойдет для депутатов, для людей, которые во власти сидят, которые чувствуют, что их недостаточно уважают, оскорбляют. Подкрутили уважение, и народ просто в восторге. Бьется очень полезное изобретение. Следующее мое изобретение называется «Розовые очки для женщин и мужчин». К сожалению, сейчас ничего не вижу, потому что смотрю на самого себя, а тут нужно смотреть на мужчин или на женщин. Кстати, надо сделать розовые очки для самого себя, чтобы, например, такой не нравишься себе, одеваешь и такой «Вау, какое классное». Но вот эти как раз очки, они изменяют ваше представление о мужчинах и о женщинах. Значит, если вам кажется, что все мужики козлы, одеваете эти очки, смотрите на мужиков, и они все просто классные, щедрые, добрые, умные, обалденные, заботливые. Если вам кажется, что все бабы какие-то дуры, или что они страшные, некрасивые, какие-то старые, противные, одеваете эти очки, и все женщины кажутся вам молодыми, сексуальными, красивыми, нежными, добрыми, заботливыми очки, которые улучшают ваше восприятие противоположного пола. Следующее мое изобретение называется «Расширитель сексуального сознания». Значит, для чего этот расширитель нужен? Дело в том, что у очень многих женщин есть такой страх заняться сексом на первом свидании. Они думают «Ой, я займусь сексом на первом свидании», мужчина подумает, что я легкодоступная, что я шлюха. Ну, а с другой стороны, если не заняться сексом, то, может быть, он подумает, что я слишком какая-то напряженная, слишком, ну, знаете, такая несовременная. Сейчас в современном мире же принято с секса вообще начинать отношения, а не со знакомства. Типа, давай, если секс нам понравится, может, сможем дружить. Вот из этой серии. И вот этот расширитель, значит, он устанавливается в мозг. Я вам его уже установил всем. И для вас, у вас расширяется представление о сексе. То есть больше секс не о том, что это потыкать какими-то половыми органами в другие половые органы. А секс – это всего. Вот вы сейчас дышите, смотрите это видео, ощущаете свое тело. Мои мысли, возможно, вам какие-то понравились. И уже происходит секс. То есть можете расслабиться, секс уже был, и теперь вам ничего не страшно с этим расширителем сексуального сознания. Все является сексом. Рукопожатие, поцелуй в щеку, добрый взгляд, плевок в лицо. Все является сексом. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какие из моих изобретений вам больше всего понравились. И какие еще вы видите проблемы у человечества, которые вы хотели бы, чтобы я решил. Всем пока. С вами был изобретатель Михаил Пайкин. До новых изобретений. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!